Прошла любовь, завяли помидоры? Пока Путин на камеру горячо обнимается с Кадыровым и мило общается с чеченцем, называя того другом и соратником, цепные псы Кремля затевают на Кавказе межэтническую войну. Столкнуть лбами так называемые малые народы Российской Федерации поручено лично главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Тот, стоит признать, подошел к решению задачи с небывалой удалью. Это одна из таких глубинных забот российской власти и лично Путина, он за всем этим следит. Чтобы раз и навсегда рассорить мусульман и православных, Бастрыкин призвал российских депутатов срочно запретить ношение никабов в РФ. Речь о традиционных женских головных уборах, закрывающих лицо. По мнению силовика, под никабами может скрываться спящая террористическая ячейка. Вы должны регулировать их поведение через принятие новых законов. И принятие законов же быть быстрым и оперативным. Такое поведение российских властей, откровенно смахивающее на приказы к межэтническим чисткам, среди населения было воспринято как команда ФАС. На мусульманах в платках в России открыли настоящую охоту. Гуляла со своими детьми на детской площадке, на которых напали две собаки. Покусали ребенка, которому 8 лет. После этого подключились хозяева этих собак, несколько женщин, которые стали нападать на мать этих детей. Также были высказаны слова неприязни по религиозному и национальному признаку. Причем нападать на женщин, прикрывающих свои лица платками, в российских городах не стесняются даже мужчины. Хотя таковыми после увиденного назвать их язык не поворачивается. А вот с кавказцами выходить один на один и предъявлять им претензии смелые российские мужчины не спешат. Как правило, подобные разговоры заканчиваются как-то так. Кидал его. О-о-о! А если противники мусульман собираются группами и устраивают массовые драки, то уже так. О-о-о! О-о-о! Из регионов начинают подтягиваться, защищать своих, либо же начинают мстить регионам за то, что их представители каким-то образом не так себя ведут в российских столицах. Но российская пропаганда все равно называет белое-черным и вместе с силовиками пытается оправдать межрасовую вражду внутри РФ, выставляя нападавших на мусульман героями и патриотами. Растет число преступлений, связанных с сопротивлением полицейским, нападение на граждан, который выполняет свой гражданский долг. Заступился русский человек за девушку, но его нападают и избивают. Другое дело кавказцы. Они, согласно новым методичкам Кремля, из лучших друзей русского народа вмиг превратились в бандитов, на борьбу с которыми вскоре встанет чуть ли не вся страна. В Дагестане последний теракт. Кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Но они даже смогли принести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно в Госдуме надо реагировать на эти явления. Но зачем все это Путину, спросите вы? Тем более после столь теплой встречи с Кадыровым в Чечне. Ответ прост, поясняют эксперты. Таким образом, российский президент пытается отвлечь свой народ от войны в Украине и положения дел в их собственной стране. Ведь куда лучше, когда твои граждане отлавливают по вечерам одиноких мусульманок на улицах и прячутся от их мужей и братьев, чем начинают возмущаться катастрофическим положением дел в стране. Это показывает, что постоянная проблема в России есть, этническая. Россия с этим живет. Это у нее в крови. С нарастанием экономических проблем это все будет становиться гораздо более интенсивнее. Русские готовы стоять на коленях для того, чтобы поставить на колени всех остальных, до кого дотянутся их руки. Они хотят компенсироваться на других, то есть будучи униженными в собственной стране, они хотят еще унижать кого-нибудь. Да только в этой истории стоять и извиняться на коленях придется самим русским. Кавказцы не раз заставляли обидчиков делать это в прошлом. Заставят и сейчас. К слову, понимает это и сам Путин, который, по мнению аналитиков, и заварил всю эту кашу. Во время своего первого за последние 13 лет визита в Чечню российский диктатор четко дал понять это, выступая перед Кадыровым и его бойцами. Вы переступили определенный уровень рубежа. Я вот с этим хочу вас поздравить, хочу вас поблагодарить за решение подобного рода. И от всего сердца хочу пожелать вам удачи. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись. Субтитры создавал DimaTorzok